Это южная оконечность Ант. Где самка пумы растит потомство. Где антские кондоры парят над бескрайними дождевыми лесами. Где прячутся его особые обитатели. Тут встречаются виды деревьев, пережившие динозавров. На этой южной окраине Патагонии все обитатели должны быть готовы к постоянным потрясениям, вторжениям и неожиданным переменам. Это совершенно дикий мир. Это жизнь на краю земли. ДИКИЕ АНДЫ Суровый мир Патагонии Фильм Кристиана Баумейстера Аконкагуа. Высота почти 7 тысяч метров. Это величайшая вершина обеих Америк. Постоянно покрытая снегом и изрезанная ледниками, Аконкагуа находится у границы Чили и Аргентины. Отсюда Анды тянутся через всю Патагонию. Негостеприимная земля крутых скал и пронизывающего холода. Торрес Дель Пайна, что в Патагонских Андах, место обитания одного из величайших охотников мира. Пумы. Эта самка выслеживает еще одного коренного жителя гор. Гуанако. Охотник и жертва. Задача каждого из них – оказаться хитрее другого. Но пуму заметили. У Гуанако есть временное преимущество. В этих местах ветер со снегом может налететь в любой момент. Даже летом. Непогода может усугубить любую опасность. К счастью, Гуанако хорошо защищены от холодов. У них есть густой подшерсток, который отлично греет, и длинная шерсть, которая защищает их от воды. Но голод и страх часто ходят рядом. Ледяные ветра дуют в заповеднике Торрес-дель-Байна, что значит «голубые башни». В лучшем случае они делают жизнь непредсказуемой, в худшем – невыносимой. В каждой долине своя погода. Хищники и жертвы должны все время передвигаться, если они хотят избежать самого худшего, на что способны эти горы. Заслоненные гранитными скалами и окружающими пиками, многие из склонов не покрыты снегом, что значительно облегчает передвижение. Самка-пума идет с решительным видом. Но сейчас она не охотится. По крайней мере, она ищет не еду. Она ищет самца. Птечка у самки может начаться в любое время года. Ее феромоны дают самцу сигнал о готовности к спариванию. Они проведут вместе неделю, спариваясь много раз в день. А потом расстанутся, и каждый пойдет своей дорогой по бескрайним горным склонам Ант. Ант – самая длинная горная система в мире, протянувшаяся на 7 тысяч километров вдоль западного побережья Южной Америки. Расположенные параллельно, горные хребты пролегают от тропической зоны на севере до прохладной Патагонии. Здесь горы изрезаны ледниками и разделены глубокими фьордами. Простираясь к северу от Торрес-дель-Пайна, эти горы охватывают величайшие ледяные поля мира и сотни активных вулканов. На западных склонах Центрального Чили находится один из самых южных дождевых лесов мира – Кальбуко. Увлажненные Тихоокеанскими туманами вальдивские леса полны природных богатств. Многие из них названы в честь того, кто их впервые обнаружил. В их числе – так называемый «рогач» Дарвина. Длина этого самца около 9 сантиметров, но размер его верхних челюстей превышает половину длины его тела. С верхней части ствола доносится чудесный аромат феромонов самки, который неумолимо влечет жука. По дороге он останавливается, чтобы подкрепиться древесным соком. Но он не может задерживаться надолго. Соперник тут как тут. Еще одного самца привлек запах этой самки. Он взлетает, чтобы подняться быстрее. оба устремляются вверх, чтобы выяснить отношения. Но хватит ли у них сил для поединка? На высоте 20 метров состоится битва титанов. Два самца готовятся к бою. Вот они сцепились. Какое-то джиу-джитсу для жуков. А цель сбросить соперника с ветки вниз и получить право спариться с самкой, ждущей неподалеку. Наш герой снизу подхватывает челюстями соперника и вот он, триумф. Побежденный пережил. падение. Но он вышел из игры. А у победителя гордый вид. Он без труда находит самку, которая намного мельче. Пора получить приз. Тот факт, что у победителя обычно более крупные челюсти, говорит о том, что для рогача Дарвина размер имеет значение. В большинстве случаев. Но другой самец не сдается. Классический случай прерванного коэтуса и доказательство того, что сдаваться нельзя никогда. Субтитры создавал DimaTorzok Внимание Дарвина привлекли и другие обитатели этих вечно зелёных лесов. Маленькая птичка под названием Чилийская огненно-шапочная калибри. Её гнездо хорошо замаскировано в пышной листве. Ещё это животное – ринодерма Дарвина. Самцы-легушек редко участвуют в выведении потомства. Но самец ринодермы Дарвина поднял отеческую заботу на совершенно новый уровень. Коричневая самка отложила яйца среди опавших листьев около месяца назад. После её ухода самец поместил эти яйца в свой горловой мешок. Через три дня после этого из них вылупились головастики и остались там надолго. В течение следующих трёх месяцев головастики будут развиваться в этом мешке, пока не подготовятся к встрече с этим миром. Помимо ринодермы Дарвина, ещё 90 видов животных, обнаруженных в вальдивских лесах, обитают только здесь, окружённые высокими южными андами. Пышные дождевые леса разительно отличаются от пустынного ландшафта Торрес-дель-Пайне, находящегося более чем в тысячи километров к югу. Там обитает пума. И её потенциальные травоядные жертвы. Среди них – Дарвинов Нанду. Нанду не умеют летать, но бегают очень быстро. И могут разгоняться до 60 километров в час на ровной местности. Сегодня за ними следит самка пумы. Ведь сейчас ей надо кормить трёх детёнышей. В течение трёх месяцев она прятала своё потомство в пещере. А теперь им пора познавать мир. Каждый шаг – новое открытие в этом каменном мире. Мать впервые позволила котятам свободно бегать, играть и учиться. Но пройдёт ещё много месяцев, прежде чем они станут достаточно ловкими и быстрыми, чтобы охотиться из засады на Дарвиново Нанду. Ма-а-а! Несмотря на изобилие потенциальной добычи, котята ещё не скоро начнут охотиться самостоятельно. Ма-а-а! Мать зовёт их, следя за тем, чтобы они не разбредались далеко. Ма-а-а! Но иногда любопытство владевает котятами полностью. А заблудившихся детей искать непросто. Ма-а-а! К счастью, любознательные малыши не ушли слишком далеко. Не хватает только одного. Но вот семья в сборе. Пора и перекусить. Недалеко появилась Гуанако. И самка пумы её почуяла. Котята следуют за матерью. Сейчас им покажут, как надо охотиться. Горные склоны вальдивских лесов центрального Чили украшают живые ископаемые. Араукария существует на Земле около 200 миллионов лет. Со времён появления первых динозавров. Араукария – важный источник пищи для изумрудных попугаев. Острые листья не помеха для голодных птиц, извлекающих высоко калорийные семена. Когда семена созреют, здесь появятся огромные стаи разноцветных попугаев. Иногда они выясняют отношения. Есть версия, что динозавры с длинными шеями питались этими семенами. А теперь лишь птицам доступна эта высота. Невероятно, но деревья этого древнего вида существуют дольше, чем окружающие горы, включая Льяймо, один из самых активных вулканов в Чили. Араукария пережила динозавров и выдержала подъём ант. Но у неё был хороший помощник. Под деревьями Араукарии живут маленькие грызуны. Антские длинно-когтистые мыши. Большую часть жизни они пребывают под землёй, но выходят наружу в поисках пищи. 90% упавших на землю семян Араукарии с жадностью поглощаются этими мышками. Но сначала нужно разгрызть початок. Постепенно процесс регенерации у Араукарии стал всё больше зависеть от этих мышей и других грызунов. При избытке пищи длинно-когтистые мыши едят вдоволь. У них быстрый метаболизм и им нужна калорийная пища. Насытившись, мыши закапывали семена на потом. Но если этот запас оставался нетронутым, он мог дать жизнь новому поколению гигантов. По сравнению с историей Араукарии, возникновение Ант – событие недавнее. Всего 25 миллионов лет назад могучие тектонические силы начали вздымать к небесам эти горы. Многие из этих пиков – спящие вулканы. Их склоны покрыты слоем железной руды, вышедшей из глубин. Мощные отложения окаменевшего пепла и лавы – результаты древних извержений – сегодня разрезают ледниковые реки. Эрозия выточила из этих величественных гор удивительные фигуры. Такие, как, например, знаменитые башни в парке Торрес-дель-Пайне. У хищников и их жертв есть свое жизненное пространство среди этих могучих гор. Пума оставила своих малышей в укромном месте. Тихо и незаметно она подкрадывается к стаду Гуанако. Прячась за кустами и камнями, пума готовится к нападению из засады. В стаде есть неопытные подростки, ее потенциальные жертвы. Нужно подходить с подветренной стороны и при этом незаметно для доминантного самца, который бдительно охраняет стадо, состоящее из самок и молодняка. Ей нужно подбираться очень осторожно. Пока что все идет хорошо. Пума уже совсем близко. Самка пумы выбрала жертву. Сильный порывистый ветер может выдать ее в любой момент. Она использует тень горы как прикрытие. Но она не может совсем не выходить на солнце. Пума сильна и стремительна, но не может догнать Гуанако, которая развивает скорость почти в 50 километров в час. Ее единственный шанс внезапность. Они побежали. Но уже поздно. Смыкание этих мощных челюстей не оставляет шанса на спасение. Пума обеспечила себя пищей. Но ей нелегко будет долго охранять свою добычу. На этих открытых склонах негде спрятаться от зорких глаз крылатых падальщиков. пума пытается убрать тело Гуанако из поля зрения андских кондоров. И гора снова предоставляет ей спасительную тень. Патагонская леса или Чилла тоже ищет пищу. Спрятавшись в тени пума начинает разрывать мясо. Приближаются сумерки и ей надо возвращаться к детям. Но она не оставит Гуанако, пока не съест хотя бы ее внутренние органы. В этих суровых условиях не знаешь, когда будет следующий обед. А без нее у котят нет шансов на выживание. Сердце, печень и легкие самые питательные части добычи. Она ни с кем не хочет делиться этим призом. Чилла заметила добычу. Но пума вынуждена возвращаться к своим малышам. Путь не близкий и уже скоро стемнеет. На рассвете появился воришка. Чиллы охотятся на мелких млекопитающих. Но грех не воспользоваться такой легкой добычей. она тут уже не одна. Ее супруг нервно ждет в сторонке. они моногамная пара, но любовь вовсе не повод делиться. самка сначала отступает, но потом робко подключается. зайдя с разных концов тела жертвы, они помирились. самые лакомые куски требуют больших усилий. Подобная трапеза надолго зарядит лис энергией. Когда уйдут чиллы, появятся другие желающие. Разгорается день, и андские кондоры уже кружат на восходящих воздушных потоках в постоянных поисках пищи. Эти птицы с трехметровым размахом крыльев элегантно парят над южными кордильерами, преодолевая ежедневно более трехсот километров. Эта группа заметила добычу пумы. пумы Среди этих пустых пространств любые объедки притягивают как магнит. Птицы быстро берутся за дело, поглощая все то, что осталось от добытого пумой. пумы но конкуренция велика и вскоре обстановка накаляется. Те, кто наелся от души, едва могут взлететь. К юго-востоку от Торрес-дальпайна простирается зеленый полок влажного леса пред горей огненной земли. Сегодня здесь заметно присутствие животного, которого тут вообще не должно быть. Это североамериканский бобр. Это второй по размеру грызун в мире после капибары. Североамериканский бобр славится своими острыми зубами и водонепроницаемой шкурой. В 1946 году на огненную землю завезли 50 бобров с целью развития пушного звероводства. Этот проект заглох, а вот бобры тут хорошо устроились. Бобры потрясающе трудолюбивые строители. Они строят домики из веток и речной глины. И все это опрыскивают касториумом, особым секретом, выделяемым железой, расположенной у хвоста. Но их воздействие на ландшафт гораздо масштабнее строительства домиков. бобры валят деревья, перекрывают реки и создают запруды, где они будут строить жилища и растить потомство, не опасаясь хищников. В родной Северной Америке бобры живут в гармонии с окружающей средой. Но на огненной земле они превратились в стихийное бедствие. Некоторым местным животным, вроде Магелланова дятла, это по нраву. Они добывают личинки насекомых из засохших или засыхающих деревьев. Но большинству животных разгром, устроенный неугомонными грызунами, не сулит ничего хорошего. если плотину прорывает, бобры быстро валят новые деревья, чтобы заделать дыру и обеспечить нужный уровень воды. В Северной Америке их глубокие запруды обеспечивают защиту от медведей и волков. Но здесь, на огненной земле, нет хищников. А бобры, подчиняясь инстинкту, все же строят плотины, создавая естественную преграду. Увы, местные деревья погибли после затопления. Теперь это фактически останки леса, разбросанные по водному кладбищу. Если бобры останутся здесь, то будущее этих чудесных лесов на краю земли окажется под большим вопросом. для сравнения, главная река огненной земли находится в прекрасном состоянии. Здесь живет щита андских шпорцевых уток, воспитывающих потомство. Утятам еще не исполнилось недели, и мама пока за ними присматривает. Вода этого стремительного потока, питаемого снегом и тающим ледником, очень холодная. Самый смелый утенок ныряет в воду. Родители утят не кормят, поощряя их самих добывать пищу с момента появления на свет. не все малыши спешат лезть в воду. Но и одному тоже оставаться не хочется. Пока они находятся у берега, родители спокойны. Здесь папа внимательно за ними следит, пока они ныряют в поисках еды. утят уже с рождения умеют нырять. Но они не так сильны и опытны, как их родители. Антские утки ищут еду визуально и на ощупь. прекрасные пловцы взрослые утки ловко добывают из-под камней личинки насекомых, которых много в этих богатых кислородном водах. но бурные воды опасны для утят. им надо научиться добывать пищу несмотря на сильное течение. им меньше недели, но пора начинать нырять. Уже в этом возрасте три утенка прекрасно плавают. В принципе они крупнее утят других видов и у них больше сил, чтобы плыть против течения. Но есть границы их возможностей. Вдали от берега течение необычайно стремительное, а впереди немало порогов. Неопытные утята плывут в сторону главного каскада. Родители зовут своих питомцев. и уводят утят обратно, поближе к спасительному берегу. Наконец-то семья снова вместе. уставшие утята радостно прижимаются к матери. пумы. А в одной из долин Торрес-дель-Пайна самка пумы ведет своих котят к недавней добыче. инстинкт заставляет их двигаться как можно тише. Ведь неизвестно, кто может прятаться среди высокой травы. кстати, для них это хорошая тренировка перед началом самостоятельной охоты. Их мать нашла свою добычу. и на костях еще осталось немного мяса. Голодные котята со всех ног бегут туда, где находится еда. Еще пару месяцев мама будет кормить этих малышей, прежде чем они начнут охотиться самостоятельно. Но они постоянно будут находиться рядом с ней еще примерно год. Насытившись, семейство может немного расслабиться и поиграть. шерсть. Они шутливо борются и одновременно чистят шерсть. и это отличная подготовка к тем временам, когда их зубы, когти и челюсти будут использоваться по назначению. это активное общение между малышами скоро сменится одиноким существованием взрослых особей, если они выживут. Даже у этих больших сильных кошек есть свои опасные враги среди этих суровых и сейсмически активных гор. В 2015 году вулкан Кальбука в центральной части Чили начал извергаться. вулканического пепла поднялись на высоту почти 15 километров. И это лишь один из почти 500 активных вулканов только на территории Чили. Эти грозные исполины напоминание о могучих подземных силах, которые поднимают горы Ант все выше. Горячий пепел уничтожает все на своем пути. Но земля, покрытая им сейчас, когда-нибудь снова зазеленеет. Вершины гор устремлены в небо, но все, что их окружает, должно приспособиться к жизни в таких условиях. Огонь этих вулканов так или иначе породил потрясающую природу Ант. Дикий мир Патагонии. Удивительная жизнь на краю земли. Режиссер и продюсер Кристиан Баумейстер Автор сценария Патрик Макин Сью Уэстерн Кристиан Баумейстер Майкл Мавритик Операторы Кристиан Муниус Доносо Кристиан Баумейстер и другие Композитор Оливер Хойс Производство студии Light and Shadow Фильм озвучен студией СВ Дубль по заказу ВГТРК Редактор субтитров